Правительство Германии после проведенного сегодня заседания едино во мнении, что эти новости вызывают крайнюю озабоченность. Алексей Навальный на территории России стал жертвой отравления веществом нервно-прилитического действия. Мы сейчас прежде всего думаем о нем, наши мысли с его семьей. Мы все, я лично, желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Уважаемые дамы и господа, на основании полученной только что этой новой информации правительство Германии вновь вызвало посла Российской Федерации в МИД для чрезвычайных консультаций. При этом правительство Германии еще раз выражает свое однозначное требование расследовать причины отравления Алексея Навального, которые сейчас однозначно доказаны. Мы призываем провести это расследование полностью и прозрачно. Завершающие слова этой речи стали всеобщим выражением верности к Пюреру. Сейчас мы знаем, что речь идет об отравлении боевым веществом нервно-прилитического действия. Тем более серьезным представляется нам этот вопрос. Необходимо найти тех, кто несет за эту ответственность и привлечь их к суду. Мы осуждаем это отравление, мы осуждаем нападение на господина Навального. Но самым жестким образом, кроме того, мы проинформируем наших партнеров по НАТО и Европейскому Союзу, по предусмотренным для этого каналам. В ближайшие дни мы проведем консультации о том, как Европа может адекватно отреагировать на это. Это решение будет принято также с учетом того, как Россия будет сейчас вести себя. Организация по запрещению химического оружия ОЗХО со штаб-квартиры в Гааге также будет проинформирована о результатах токсиологической экспертизы. Дело в том, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает применение любых его видов. Наша фракция в германском парламенте также была немедленно проинформирована о результатах лабораторных исследований. Я думаю, что Россия должна быть, прежде всего, сама заинтересована в сохранении добросовестских отношений со странами Европы. Так что сейчас точно настал момент внести свой вклад в расследование этих событий. Мы по-прежнему настаиваем на расследовании и желаем Алексею Навальному скорейшего и полного выздоровления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!